Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и вышло обновление 9.7. Я успешно обновился, чего и вам желаю, без косяков, без сучков, без задоринок. Короче говоря, ребят, обновляйтесь и в новую типа игру, но здесь сейчас будем разбираться. Безусловно, зацепим вопрос нерфа Тайпа 71. Ну а для начала, ребят, давайте обсудим само обновление 9.7. Меня, честно говоря, ввергло вообще в какое-то замешательство то, насколько преподносили долго обновление 9.7, как его популяризировали, как сначала не дали никому разобраться, что в этом обновлении будут, и только избранным ребятам-ютюберам, которых продвигает Wargaming, было разрешено глашать от имени Wargaming, что же конкретно нас ждет. Я, честно говоря, вообще ничего не понял, зачем это надо было делать, потому что, по большому счету, вау-вау-вау эффекта здесь, как такового, нет. Ну, просто нет. Здесь просто есть обновление, да, есть какие-то балансные правки, да, ввели новую ветку. Но что-то, когда вводили ветку Минотавра, ну не было всего вот этого вот, да, то есть не наворотили, и, честно говоря, было бы как-то попроще. Сами себе оценили ситуацию, поняли, хорошо или плохо, обновились, играем дальше. Но в данном случае прям нифига себе действо. Ну ладно, бог с ним, как захотели, так презентовали. Презентовали, чему я безумно рад. Я безумно рад, потому что ввели новую ветку. Пускай ЛТ, почему говорю пускай ЛТ, потому что мне лично легкие танки не сильно нравятся, я люблю тяжелые танки. Но это на любителям и любителей ЛТ, ребят, я всех вас поздравляю. И давайте будем говорить откровенно, сразу зацепим данную веточку. Мне, честно говоря, ветка показалась потенциально интересной. Ну, во-первых, как говорится, здравствуй, ветер, ты могуч. Не зря все-таки спойлерили в виде ветра машины легкие в новой ветке Китая. И, честно говоря, если вся ветка будет играться так, как играется ветер на своем уровне, я буду считать, что ветка удачная. Потому что мне ветер очень понравился, хотя, как я уже говорил, я не любитель средних, простите, легких танков. Что касается, в целом, всей ветки, не будем останавливаться на каждой из данных машин. Посмотрим сразу на топовую, на десятку и сразу смотрим исключительно на орудие, потому что все остальное, ребят, необходимо заценивать все-таки в бою. Мне очень нравится время сведения, заявленное в неполные 3 секунды, которые еще можно улучшить. Есть довольно-таки очень приятные заявленные разбросы, мне кажется, что будет играться приятно. Обалденное время перезарядки с довольно-таки хорошей альфой в 330 единиц, что позволяет вам, в целом, получить заявленный в ДПМ в тысячу... Ой, простите, в 3130 единиц. Что-то я заговариваю совсем, наверное, на эмоциях после обновления. Углы склонения вниз минус 5. Ну, сразу намекают на то, что прям совсем бодро-весело играть на неровностях, и играть от башни у вас не получится. Но в целом, ребят, я, честно говоря, в характеристиках данной машины прям чего-то такого изначально отталкивающего для себя не нахожу. Поэтому, ребят, для тех, кто будет качать, почему бы и нет, я пока торопиться не буду по одной простой причине, потому что сейчас, как и с Минотавром, начнется просто вакханалия какая-то в рандоме. В бои на этих машинах будет забрасывать очень долго, мне кажется. Ну и, короче говоря, лучше обождать, грубо говоря, недельку, если вы никуда не торопитесь, и уже потом спокойненько начать себе прокачивать ветку. Что касается, ребят, вот этого прикола с ускоренным выходом из засвета, я пока оцениваю это крайне скептически по одной простой причине. Потому что, ну честно, ну, ребят, ну окей, хорошо. Какая мне, по большому счету, разница, кто меня засветил в бою? Меня что, в бою, как правило, одна машина светит? Да нет, меня видят двое, трое. И, по большому счету, срабатывать это будет, ну, так себе, знаете. Если бы мне сказали, что у меня лампочка сама будет загораться не через какое-то время, допустим, а сразу, как только меня увидели, и тухнуть лампочка у меня будет там, как только меня перестали видеть, окей, хорошо, вопросов нет. То, что я буду уходить из засвета на 7 секунд, ну, за 7 секунд вместо 10, ну, пока по ощущениям, знаете, такое себе. Ну, там дальше поиграем, поживем, увидим. То, что я ветку буду качать, это однозначно. Вопрос в том, что я не буду с ней торопиться. Что же касается другого, что зацепило обновление, так это вопрос того, что были перерисованы карта, и Миддлбург был типа улучшен. Посмотрим, насколько это будет действительно улучшенный Миддлбург. Добавили деревьев, спасибо им большое. Карты необходимо обновлять. Здесь вопросов никаких не имею. Единственное, что оценить все вот это вот буйство красок смогут далеко не все. Те ребята, которые играют на слабых устройствах, они будут вынуждены, как здесь вот рекомендуется, снижать на среднее значение по качеству, качество объектов и ландшафтов. И таким образом, в принципе, они и дальше будут играть на том, на чем они играли. А вот те ребята, которые имеют мощные устройства, те действительно будут получать больше удовлетворения. И я еще раз повторюсь, я за то, чтобы карты обновлялись, потому что они действительно приедаются. Что касается балансных правок, сейчас обсудим отдельно. Что касается камуфляжиков. Я говорил по поводу того, что я к камуфляжам отношусь спокойно. То есть они не вызывают у меня там прям бурных каких-то эмоций. Но, ребят, хочется ответить, что на Лёву вот такого красавца колос я бы действительно захотел бы поставить. Я не знаю, ребят, стоит ли тратить на это бабло и голду, но в целом смотрится на машине действительно довольно достойно, довольно прикольно. Сейчас выйдем, посмотрим, может даже попробуем напялить получится или нет. Не знаю, не тестил. Что касается доработок и исправления ошибок, ну такое себе. Ну а вот что касается точных цифр по балансным правкам, то давайте будем, как говорится, напосмотреть. Что нам написали на сайте? Нам написали, что претерпели балансные правки, ну я бы сказал, большое количество транспортных средств в данной игре. И останавливаться на каждой из них бессмысленно, потому что каждый будет смотреть на то, что ему интересно. То есть, если у вас, грубо говоря, есть интерес к С-35СА, то вы и посмотрите, что здесь изменилось. Стоит отметить, ребят, что немаловажной балансной правкой, по моему скромному мнению, является изменение в стоковом орудии в ряде немецких танков, где это орудие стоит и, соответственно, повторяется. ББ-шные снаряды, увеличен пробой со 150 до 155 миллиметров. Это действительно приятно, потому что, когда ты играешь, реально, на Тигре, и нормально пробить не можешь, да, то есть, ну вот эти вот 5 миллиметров, пускай они прям не все решают, но все-таки, ребят, действительно решают. Топовое орудие у Индепенденс, ой, простите, у Индиан Панзер, ну, ребят, давно надо было улучшать, реально. Топовое орудие, средний урон снарядов увеличен с 225 на базе до 240. И действительно, Индиан теперь будет играться немножечко по-другому. Мощность тоже, в принципе, хорошо сделали, что увеличили, потому что машина была не сильно бодрой. Возможно, теперь к этой машине и, в принципе, к ветке появится немножко больше интереса, плюс, с учетом того, что, как я уже сказал, зацепили орудием 8.8 ряд других машин, за что огромное спасибо. Что касается Китая, то все очень сильно переживали за Тайпа 71. Типа 71 понерфили, да, как говорят. Но, ребят, надо сначала взвесить, а потом уже говорить, действительно ли его убили. И заметьте, балансные правки, они были внесены во все машины по ветке тяжелых танков, которые ведут нас к Типу 71. Что касается еще одной доработки, которая есть, к ней сейчас вернемся. Ну, а что касается Типа 71, то прочность увеличили, хотя он и так довольно прочный был, тут вопросов нет. Уменьшили, простите, масса увеличена, да, то есть увеличили с 68 тонн до 78, то есть десятку тонн накинули, мощность двигателя ему уменьшили и скорость поворота на месте с 26.78 до 21.54 градусов в секунду. Таким образом, ребят, я бы сказал следующее. Особенно с учетом того, что при улучшении подвески вы уже получаете не 50%, как было ранее, а 25. Я бы сказал, что Типа 71 его просто взяли, ребят, и превратили в нормальный, планочный, я имею в виду, не в смысле с падающей планкой, а придерживающийся планки тяжелых танков нормальный тяж. То есть получается, что все боялись того, что сейчас прям его превратят, не знаю, в дерьмище какое-то, хотя мне почему-то кажется, что в дерьмище он не превратится, но сейчас будем тестить, я еще не играл. Подвижность ему действительно необходимо было улучшать, но извините, какой это тяжелый танк, который двигается как средний танк, по большому счету, срывается с места, классно разгоняется, несется на всех парах, на месте разворачивается, ну чуть ли не что-то среднее между СТ и ЛТ. Ну, ребят, ну действительно это не тяжелый танк, и он действительно выбивался из, скажем так, общего строя тяжелых танков 10 уровня. Сейчас, мне кажется, его действительно нормально приравняли к тяжам, за что, я думаю, нам надо благодарить больше, чем хаять, потому что хаять будут те, у кого он есть в ангаре, а благодарить будут те, которые в ангаре его не имеют и вынуждены с ним были бороться с вот таким вот в реальных рандомных боях. Теперь давайте посмотрим по характеристикам. Я очень рад, что характеристики не зацепило в отношении показателей по орудию. Все остальное, ребят, давайте будем заценивать в бою. И да, еще одно, что хотелось отметить, что добавлена украинская локация, и это давно надо было сделать. И здесь сейчас вопрос не в том, что... Сейчас начнут в комментариях писать по поводу того, что это Wargame поддерживает Украину, там... Да вопрос не в поддержании Украины. Вопрос просто заключается в том, что в Украине 40 миллионов жителей. И это больше, чем во многих других странах, локации которых в отношении языкового вопроса были уже давно решены. И вот вопрос того, что добавили украинскую локацию в игру, это просто хорошо по той причине, потому что это значит, что игра развивается, она расширяет свои границы, и она дает возможность людям, которые привыкли общаться на родном себе языке, чувствовать себя более комфортно в игре. Вот и все. И не надо разносить хай по поводу того, что кто-то там кого-то куда-то поддерживает и так далее. Не надо. Давайте мухи отдельно, варенье отдельно. И, кстати, ребят, еще один интересный момент и нюанс, на который я обратил внимание, но в новости я не нашел. Напишите в комментариях, видели ли вы. Кнопку чатика, ребят, убрали вот здесь вот с правой стороны. Ее перенесли вот сюда вот, и теперь она находится с левой стороны, в левой стороне на всех вот этих вот закладках. Честно говоря, мне не очень удобно. Раньше было гораздо проще. Я теперь глазами должен здесь в списке вот это все искать, тогда, когда раньше я мог просто вот тут кликнуть, и все было нормально. Ладно, обсудили все, что касалось обновления. Теперь давайте заценим типа 71 в его, ну не то чтобы в новом виде, я бы сказал в его новых ощущениях, которые он будет пытаться вам передать. Я сейчас рассчитываю на то, что я буду сейчас ехать приблизительно где-то, как, наверное, супер конь, или я буду двигаться по карте приблизительно, как 60 ТП. Вот где-то вот таких вот ощущений по подвижности машины я ощущаю. В смысле, ожидаю. Что ощущаю, я сейчас буду говорить по факту, что меня действительно радует, что типу 71-му не урезали его броню, ребят. Ему, как я уже сказал, не порезали его орудие. И о чем это говорит? Это говорит о том, что по большому счету, те фишки, которыми танк обладал, практически все останутся. Да, вот давайте сейчас по подвижности. Едет машина, ну, более туго, чем раньше. Но я не буду говорить, что я не чувствую разницы. Ребят, разница есть, разница существенная. И мне, честно говоря, дискомфортно. Дискомфортно требует того, чтобы привыкать заново. Я лично привык к тому, что если мне надо поиграть на тяжелом танке какие-нибудь быстрые катки, то есть душа лежит к тому, чтобы быстрее укатиться в ангар, а чтобы быстренько куда-то взорваться, настроение такое, знаете, быстренько завалиться и кому-нибудь там накидать урона, то, ребят, я брал типа 71-го. Потому что действительно на 10-м уровне это была машина, которая позволяла вам кайфово, бодро перекатываться с направления на направление, заезжать куда-то в тыл, крутиться на месте и не давать возможности противникам нормально прицелиться и нормально выцелить какое-то мягкое место. Сейчас же, да, в этом отношении, конечно, будет посложнее. И что самое парадоксальное, что поворотливость вправо-влево, ребят, изменилась. Это чувствуется. Я вот сейчас еду и реально с ощущением того, что вправо-влево поворачиваюсь я туговато, броня не пробита в АМХ 50Б. Это вообще уникальная, конечно, ситуация, с учетом того, что это сущий просто, ребят, картон, смешанный с туалетной бумагой. Короче говоря, ребят, вот теперь бодренько владельцы типа 71-го мансить на месте не смогут. Ну да, убрали подвижности. Теперь ребятам придется рассчитывать больше на свою броню и на свою технику игры, чем на технические возможности данной машины, которая просто сама подталкивала к тому, чтобы на ней мансить, потому что нажимая быстро на клавиши, и вот точно так же быстро и отзывчиво танк поворачивался вправо-влево, не давая нормально выцеливать серые зоны. Так, ну что, давай, перезарядка срабатываем. Закинем. И попытаемся подъехать дальше к Бабачи. В горку, кстати, ребят, едет тоже уже не настолько бодро, как когда-то. Я вчера ради интереса специально катался вечером на ТИПе 71-м. Причем покатал я на нем где-то в районе часа, может даже полтора. Именно для того, чтобы, знаете, на таком каком-то интуитивном уровне запомнить ощущения от этой машины. Для того, чтобы понимать, насколько сильно она изменится и насколько кардинально она изменится после обновления. И скажу честно, ощущения от танка стали совсем другие. И к этому танку владельцам придется заново привыкать. Я не буду смотреть сейчас на результаты. И вы, и я знаем, что там смотреть нечего. Я лучше еще раз заеду в бой. Ну и попытаюсь на нем, ну уже, наверное, начинать потихоньку привыкать к новой реальности. Так, ну что, надеюсь, сейчас забросит немножко быстрее. Ну что, слава богу, забросило. Немножко пришлось обождать. Да, ребят, ну прям вот совсем, совсем другое все. Абсолютно. Но, по крайней мере, вот эта подвижность, она действительно плюс-минус соответствует. Ребят, соответствует тому, что тип 71 из себя представляет. Я не знаю, отнесетесь ли вы с полным пониманием к тому, что я говорю. Но если машина обладает очень, очень хорошей броней, если она вот таких вот размеров, если у нее башня, извиняюсь, практически на пол корпуса, но скажите мне, каким образом данная машина может быстро передвигаться по карте. Это нонсенс, ребят. Нонсенс, который необходимо было решать давно. Так-с. Маушенер. Выцеливаешь, выцеливаешь, но по факту пытаешься проскочить. Пользуясь случаем, я тоже попытаюсь уехать. Нет, не успел. А ведь раньше бы бодрее перекатился. Я сейчас, наверное, начинаю рассуждать приблизительно как пенсионеры про Советский Союз, рассказывая, что при Советском Союзе и вагоны метро не так сильно дергались, и они могли устоять на месте, не держать за поручень. А сейчас такое уже невозможно. Но все-таки, ребят, согласитесь, когда тип 71 мог быстро проскакивать, это действительно... было комфортно и удобно. Сейчас это не настолько классно, как было раньше. Так, нас потихоньку окружают. Мне это не нравится. Так, хорим, хори, хори. Наверное, надо... Ну, давай. А вот сейчас начнут разбирать меня. И раньше я вот так вот как пошел бы быстренько, как поехал бы, да никто б меня не догнал. А сейчас уже, ребят, не то. Совсем не то ощущение. Вот прям совсем-совсем. Так, нежданно-негаданно, нас осталось-то совсем мало. Нас осталось двое. Икс, смотрите, как сложно теперь стало-то крутиться на месте, а? Насколько подвижность машины действительно была спущена вниз. Ну что, ребят, давайте подбивать итоги. И подбивать итоги не по результатам боя, а по результатам ощущения Тайпа 71-го. Убили ли его? Я не могу сказать на данный момент, что его прям совсем уничтожили. Но, все-таки хочется сказать, что инвалидом его сделали однозначно. Здесь, как говорится, особо не поспоришь. Есть такое дело. И Тайпа 71-го порезали в отношении подвижности существенно. Но, слава богу, хотя бы оставили все остальное. И да, ребят, привыкайте к новой реальности, но я больше чем уверен, что Тайпа 71-го теперь уже многие ребят забросят. И захотят себе чего-нибудь нового, чего-нибудь другого. Так, что теперь посмотрим по камуфляжам. Добавили же вот этот камуфляжик. Я только, честно говоря, его что-то не нахожу. И каким образом его напялить, пока я не разобрался. Я как только обновился, сразу решил, как говорится, зайти да посмотреть. Ладно, братцы, обновляйтесь. Встречаемся в новых боях, в новой реальности. Владельцы Типов 71-х, не вешайте носа, лучше подписывайтесь на мой канал. Да вообще все, вне зависимости от того, на чем вы играете. Подписывайтесь на мой канал, если вы за честные обзоры, если вы за честное мнение. Я буду вам безумно благодарен. Возвращайтесь на видео, ставьте палец на колокольчик, жмите лайки и пишите свое мнение по поводу обновления 9.7. До новых встреч в эфире. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.